Уважаемые коллеги, добрый день, мы начинаем. Поставьте, пожалуйста, плюсик в чате, если вы видите мою презентацию и видите и слышите меня. Спасибо большое. Рада приветствовать вас на сегодняшней методической среде. Технологии историко-культурологического и лингвистического погружения для достижения коммуникативной компетенции. И рада приветствовать вам нашего сегодняшнего спикера-лектора Болтневу Ольгу Юрьевну. Ольга Юрьевна – почетный работник общего образования Российской Федерации. Дважды лауреат гранта Москвы в области наук и технологий в сфере образования. Вице-президент Московской ассоциации преподавателей английского языка Мелта и автор статей в журнале «Иностранные языки в школе». Сегодняшний вебинар будет длиться в течение 1 часа 60 минут. Если у вас будут возникать вопросы, пишите их, пожалуйста, в чате. И уже завтра всем участникам сегодняшнего вебинара мы пришлем письмо, в котором будут содержаться ссылки на приобретение материалов вебинара. Это ссылка на просмотр вебинаров записи, презентация лектора и сертификат участника на 2 академических часа. А также по просьбе Ольги Юрьевне, всем желающим мы пришлем сертификаты абсолютно бесплатно. Итак, коллеги, сегодня мы говорим о сотрудничестве образовательной компании «Релот» и ассоциации учителей английского языка Мелта в рамках двух направлений. Первое – это журнал «Иностранные языки в школе», и второе – это конкурсная тематика. И начну я с того, что Ольга Юрьевна является автором статей в журнале «Иностранные языки в школе», чьим издателем и учредителем является образовательная компания «Релот». Пару слов скажу про этот журнал. Это старейший научно-методический журнал в области теории и методики обучения иностранным языкам не только в России, но и за рубежом. И издается с 1934 года. Его главный редактор Ирина Петровна Твердохлебова сегодня также с нами на вебинаре. И рада представить вам журнал, в котором статья как раз Ольги Юрьевны у нас напечатана. Это десятый выпуск за 2023 год «Театральные проекты в преподавании английского языка англоязычной культуры». И сам этот выпуск как раз и посвящен использованию приемов драма-педагогики и театральной педагогики в обучении иностранным языкам. Ну и рада представить вам последний вышедший номер журнала «Иностранные языки» в школе. Это шестой номер за 2024 год. И он посвящен научной школе профессора Терминасовой. Среди наиболее важных направлений, которые межкультурная коммуникация, ставшая самостоятельной дисциплиной и областью исследования проблем общения культур и народов. Коллеги, я передаю слово Ольге Юрьевне и подключусь к самом конце вебинара, поэтому не прощаюсь. Приветствую вас, дорогие коллеги. Я вижу, что интерес у нас большой в нашей теме. И сейчас я поделюсь своей презентацией. Я благодарна Оксане Александровне за мое представление. Значит, о себе уже говорить не нужно. Так, так, хорошо. И я думаю, что уже все все видно. Только что упомянули имя нашей дорогой Светланы Григорьевны Терминас. Коммуникативный подход, коммуникативная компетенция. И да, она положила начало всему. И она до сих пор еще является почетным президентом Национальной ассоциации учителей английского языка. Естественно, Мелта входит в эту ассоциацию. Много раз свои вебинары я начинала с того, или когда меня представляли, что вице-президент Мелта. Мелта, Мелта, что такое Мелта? Что-то такое звучит. Ну, наверное, какая-то ассоциация. А что же все-таки это за ассоциация? И в этом году хотела бы об этом сказать отдельно, потому что год особый. Вы видите здесь, на английском языке, что мы создались 28 мая 2004 года. То есть 20 лет. Энтузиасты, Мелта и Координационный совет, все сторонники коммуникативного подхода, безусловно. И именно это нас всегда объединяло и вдохновляло для театра, и для потрясающего нашего фестивального движения, которое в результате сформировалось. И так создались мы вокруг газеты «Ангельский язык». Я уверена, что вы при газете «Первое сентября» и с помощью фонда Педагогического университета «Первое сентября». Там также вы можете найти много моих лекций, вебинаров, которые все, безусловно, будут посвящены коммуникации, выразительной речи, умению слушания, именно не аудирования, а слушания и развитию творчества. Итак, клуб перерос, в конце концов, в большую семью, в семью ассоциации. Открытие учредительное собрание прошло в Центральном доме работников искусств. And our mission is to stimulate, support and provide opportunities for the improvement of ill teaching and learning. Ну, насколько можем, настолько помогаем. Здесь вы видите наш сайт и цифру 20, которая теперь постепенно будет переходить к цифре 21, но мы постараемся не сдаваться и выйдем на новые рубежи. Мы очень гордимся нашим девизом create and share, cooperate and care, communicate and dare. Марина Эдуардовна Юровская его сотворила. И как она была права, что еще тогда, в 2004 году, она объединила все эти удивительные черты и предвосхитила, и мы с радостью это тоже предвосхищаем, и теперь уже реализуем гибкие умения 21 века. Творчество, сотрудничество, общение, чтобы избегать слова коммуникации, общение. Итак, 28 марта 2004 года в русском переводе «Дерзать», «Творить», «Сотрудничать», «Любить» – это как раз то, что отражает дух Мелта. Вот это дух Мелта. И, безусловно, кто-то из вас помнит главного редактора Громышко. Громышко, но Алену Владимировну, извините. Дело в том, что сегодня ее день рождения. Так случилось. Вот именно сегодня родился этот прекрасный, обаятельный человек, который смог не только выпускать удивительный журнал, но еще и объединить вокруг себя потрясающих людей. Вдохновить и впустить в успешное плавание Громышкина, Елена Владимировна, Алена Владимировна. Что же теперь у нас есть? А у нас, оказывается, есть 7 вебинаров регионального уровня, то есть для Москвы и Московской области. С ними бизнес-видированные, ст Antioch Aveました, журнеров Vasковская обученияах, Продолжение следует. И обеспечивает вот этот подход или принцип погружения. Интереснейшая возможность погрузиться в эпоху и представить ее. Но это только онлайн, это значит, что нужно иметь возможность представить это в форме клипа, видео и так далее. Большим успехом пользуется, конечно же, фестиваль видеопесен, которые сняты видеоклипов и песенных видеоклипов. Russia and the World это телепрограмма по теме сравнения каких-то двух стран. Очень успешные были выступления в этом году. Телеобращение. Вы понимаете, что это онлайн вариант конкурса ораторского мастерства или влог. В этом году даже появился вариант стендап. Вы можете сказать, а почему бы не TED? Ну, конечно, можно и TED этот формат тоже. Безусловно, если это сделано талантливо, с самоотдачей и прекрасно представлено, это будет еще новое направление. Как в этом году может появиться стендап. Значит, и в прошлом году. Фестиваль телерассказов. Тележурнал «Прочти, не пропусти». И фестиваль телеспектаклей. Очень популярным среди учителей и ребят является тележурнал «Прочти, не пропусти». Влоги тоже пошли очень успешно. И фестиваль телеспектаклей. Это не совсем выступление на сцене. Ну, безусловно, всегда сцена – это прекрасно. Но телеспектакль – это тоже интересный жанр. Увлекательный жанр. Цель фестивального движения в результате, в чем мы помогаем учителю? Это помощь в достижении метапредметных результатов образования. Метапредметные – ведь это же проекты. Формирование учебных универсальных действий. Развитие гибких или, опять же, метапредметных умений. Развитие эмоционального интеллекта. Умение понимать эмоции и управлять ими. Вы знаете, это непросто. Мы это все прекрасно понимаем и знаем. Опять же, практика выступления перед большой аудиторией. Практика выступления со сцены. Практика, обращение к аудитории для ребят – это очень важно. Увладение риторическими приемами. Умение разрешать конфликты. Когда? При подготовке, а может быть, при обсуждении результатов из жюри. Хотя жюри не меняет своего мнения. Совершенствование умения работы в команде. Все это идет на сотрудничество, на общение. Ну, мы понимаем, что мы идем с вами в нужном направлении. Ведь важной целью является обязательное требование в ГОС сформировать коммуникативную и наязычную компетенцию, которая необходима для чего? Опять же, для общения, социализации, самореализации и межкультурного общения в современном действительно поликультурном мире. Ну, вот, может быть, вы видите сзади меня фотографию, картину, она представляет Джакарту. Ну, вот так получилось, что моя дочь вышла замуж за французов, а девочки родились в Джакарте. Ну, вот так. Итак, они теперь уже, они, я вместе с ними сейчас нахожусь еще в следующей стране. Итак, мы путешествуем по всему миру. Девочки говорят на трех языках. Французском, английском и русском. Ну, на каком-то лучшее, на каком-то хуже. Плохо или да хорошо, я не могу сказать. Наверное, мне было неожиданно, немножко, даже как-то обидно. Ну, почему француз? Хотя мне сказали, ну, можно будет порадоваться. Не знаю. Но, ну, это значит новый поликультурный мир. Вот так получается. И вокруг как раз здесь тоже люди, мамы и папы, из разных стран. И дети говорят на разных языках, на двух, трех языках. Это такое лирическое отступление. Итак, мы формируем коммуникативную компетенцию. И используем, что? Конечно же, коммуникативный подход. Ну, сколько нам в самом начале приходилось бороться за него. Бороться за коммуникативный подход. Ну, каждый из нас чувствовал, что это что-то не то. Это невозможно так просто сидеть, переводить, учить правила. Или сначала учить слова, а потом читать текст. Но это невозможно. Потому что многие, многие ребята знают уже все эти слова. Зачем мы сначала? И для чего? Какая цель? Вот сначала прочитать текст, а потом уточнить. А что я не понял? Это совершенно наоборот. Это принцип коммуникативного подхода. Самые, самые, самые умелые вели урок только по-английски. Мы стараемся изо всех сил, чтобы нас помнили жестами и выражением лица. Некоторые энтузиасты даже грамматику объясняли только на языке. Правда, даже со стороны учеников были просьбы. Пожалуйста, вы нам быстрее объясните на русском. Конечно, это немножко сложно. С грамматикой все-таки лучше на родном языке ее понять. Но когда мы ее понимаем через погружение сначала, и об этом всегда говорила в светлой памяти Галина Александровна Китая-Городская, что сначала погружение. Сначала мы погрузились, послушали. Ну, а видео посмотреть, диалоги послушать. Даже уже что-то сказали. А потом разобрали на кусочке. Разобрали на кусочке, проанализировали, потом собрали вместе. И уже занялись продукцией. Production. Так что перед PPP еще должно быть Immersion. I. Immersion. I PPP approach. И мы видим, что коммуникативная компетенция складывается не только из навыков фонетических, грамматических, лексических, которые важны, но не только, но и из умений, умений рецептивных слушаний и продуктивных речек и письмов. Вы сразу вспоминаете, конечно, Соловову Ильину Николаевну, которая и книгу по методике выпустила. То есть мы шли все вместе. На всех конференциях мы, Елена Николаевна, в светлой памяти Елена Николаевна выступала, говорила о коммуникативном подходе, о коммуникативной компетенции, которую она разложила по полочкам. И это было такое наше начало, которое привело к тому, что сейчас мы имеем движение к общению. Тем более, что язык мы воспринимаем как дискурс, как действие. И определенные традиции разных коммуникативных поведений, они различны в разные эпохи и в разные культуры. Они различны безусловно. Поэтому мы и обучаем через наблюдение видео, через слушание, мы обучаем разным способом вырастить себя. Психологическим, физическим, социальным. И жесты, жесты, жесты. Чтобы ни в коем случае у нас не было каких-то мрачных диалогов. Это невозможно. Возможно жизнь. Только тогда язык вообще понятно, для чего нужен. Он нужен для того, чтобы общаться. А вот так вот просто это непонятно. Итак, разные есть методы. Метод погружения, он прекрасен. И разные бывают виды погружения. Например, культурно-историческое погружение. Погружение дает нам выйти за узкие рамки урока. Но это ерунда. Мы их можно не называть узкими рамками. Потому что и во время урока мы можем тоже погрузиться. И мы погружаемся. Вингвистическое погружение обеспечиваем нашими видео и аудиозаписями. И общением, общением, общением. Конечно, я максимально за то, чтобы использовать язык на уроке, потому что он, к нему привыкают. И потом ребята просто со слуха повторяют. Уже они запомнили то, что они слышат постоянно. Мы видим имя Льва Семеновича Выгодского. Он как раз создал одно из главных направлений в российской психологии – культурно-историческое направление. И оно даже получило признание и развитие в мировой психологии. О чем он говорит? Он рассматривает поведение современного культурного человека не только как результат развития с детства, конкретного человека, но и результат – продукт исторического развития. Итак, если мы все-таки тоже на английском языке будем изучать эпохи культуры более ранние, как это было когда-то, и мы увидим, как держались, как разговаривали, как общались в 19 веке, и сможем это разыграть без всего того, что сейчас очень популярно, но мы ничего не перечеркиваем. Вот мы чем-то себя можем обогатить. Мы можем окунуться в мир предыдущей эпохи, изучив, примерив на себя, найти созвучное нам и узнать особенности этой прошедшей эпохи. Конечно же, ее достоинства, недостатки мы всегда легко увидим в любое время. А вот достоинства, чему мы можем научиться, что мы можем взять для себя. Моделирование культурно-исторической ситуации – это важный фактор развития творческих способностей учащихся. Вы понимаете, что, конечно, принципы, подход моделирования широко применяются на уроках. Истории, географии, литературы, недаром даются целые недели на литературу, две недели на историю. Есть такие особо построенные программы, которые дают возможность погрузиться. Уж погрузились, так погрузились и не выходим оттуда. Это, конечно, дает больше результатов и возможность провести исследовательскую работу, называемую проектом, и защитить ее, представить, узнать много-много, поработать в команде, выступить, то есть развить свои личностные качества. Итак, какие же мы видим виды учебного моделирования? Сквозное или проблемное моделирование исторического процесса? Моделирование – это, конечно, к истории, география. Моделирование возможно исторической ситуации по принципу «если мы». А вот тут уже ближе к нам. На таких занятиях учащиеся проектируют истории, которой не было, но могла бы быть. Могла бы быть. То есть, например, они возьмут, не знаю, королеву Елизавету и, конечно же, Ариана Первого. Это первое. Иоанна Брозного. И вдруг, может быть, представят, ну, скажем, не свадьбу, но хотя бы их встречу, и, может быть, даже какой-то вариант помолки или беседы перед, возможно, их бракозаключением. И, то есть, они выразят, при этом они будут разговаривать друг с другом и приводить доводы. А почему я хотел бы, чтобы ты стала моей супругой? А почему я не могу совершенно принять, дорогой Иоанн, твое предложение? И это великолепно. Я бы хотела вспомнить сейчас, вот так мы остановились на втором пункте, я хотела бы вспомнить, а почему это все такое родное? А, наверное, потому что были у нас школы с углубленным изучением иностранных языков. И так там мы имели, конечно, погружение, настоящее погружение, потому что часть предметов, первую очередь, конечно, гуманитарного цикла, преподавалась на английском, в данном случае, языке. Лично я преподавала литературу Англии и Америки, страноведение Англии и Америки. Моя коллега преподавала москвоведение и другая коллега. И мы вспомним, что в педагогическом имени Ленина, институте, а сейчас университете, были такие двойные факультеты биологии и английской, историю и английской географии, английской. И вот выпускница биологии и английского, она вела технологию на английском. И это уже технический перевод. Технические, уже научные какие-то статьи, полунаучные, но технические переводы. Погружение было массированным. И поэтому моему сыну, конечно, какие тьютеры не нужны были. Безусловно, я с ним не занималась. Это было бы слишком шикарно, работать в школе и заниматься еще с сыном. Но он всегда говорил очень хорошо на английском языке. И его друзья тоже, потому что были эти уроки и увлекательные вещи. Например, даже в курсе литературы. Вы можете себе представить, как, например, Депо бьется со свифтом. Да, на основе знания их биографии. Каждый хочет доказать, что я лучше, мои произведения лучше. А что ты там написал? А вот ты что? А ты там несостоявшийся сыщик. И так далее. И вообще пройдоха. Или что ты там насочинял? С Арбензоном Круза какой-то псевдо-героя создал. Ну, это очень-очень интересно. И важно зацепить ребят, чтобы действительно их увлечь. А какая литература без театра? Ну, это же просто невозможно. И мы столько сыграли и Шекспира на сцене, и не только Шекспира. И сами писали свои собственные спектакли. Поэтому, конечно, ну, безусловно, Шекспировский театр у Гриверни тоже вела обязательно. Ну, потому что не может быть литературы без театра. Это же живое. Это живое, это идет на сцену, мы это переживаем. Мы живем вместе с каждым героем. Поэтому все, что мы делаем в школе, для того, чтобы помочь нашим ребятам прочувствовать то, что они изучают, испытать на себе, примерить, и дать какое-то... То есть мы развиваем критическое мышление. Дать оценку к критическому мышлению и творческий подход. Посмотрите, третий пункт. Моделирование по принципу реконструкции. Реконструкция. Учащиеся исследователи, как и по отрывкам, и документам, и мемуарам. Я вам только что уже привела пример о знании биографии одного, писать, и другого. Причем не все биографии, и не всех дат в голове нет, а каких-то увлекательных, интересных моментов. Ну, надо же! А вот Свихт читал своему слуге свое произведение и проверял на нем все. И он понимает, достаточно ли понятным языком он написал свой роман. Итак, на основе вот этих вот кусочков, кусочков этой мозаики воссоздается историческая ситуация. И делаются какие-то выводы. А это уже к нам. А это уже к нам. Может быть, когда-то что-то можно сделать и на уроке. Например, здесь мы уже видим объявление о четвертом онлайн-фестивале «Свидетель истории» «An eye witness to history». И здесь ссылка на положение этого фестиваля. Мы сейчас его, конечно же, обсудим. Но я хотела бы напомнить, например, учителям, которые преподают в пятом классе по звездному английскому. И там есть Thanksgiving Day. Thanksgiving Day. Ну, конечно, можно поблагодарить всех еще раз, кто сделал нам добро. Можно также поблагодарить от имени переселенцев местное население за такой-то фрукт, за такой-то овощ. А можно также, может быть, и в пятом классе найти имена детей, которые приплыли. А их было 30 человек. 30 человек детей приплыли на мои плава. До 20 лет. До 18 лет 30 детей приплыли. И они выжили за счет мам, конечно. Из женщины выжило только 5, как я помню. То есть все было для них. Кто-то еще и родился в пути. Им дали очень интересные такие имена для морского путешествия. И придумать, придумать, что могли. Ну, больно немножечко. One paragraph. Что могла эта девочка или этот мальчик, взять его имя, сказать. Сказать вот на этом, во-первых, благодарность за то, что они выжили. Они пережили эту голодную, холодную зиму, которые были совершенно не готовы, потому что, к сожалению, высадились ближе на север. Не дошли до того места, из-за плохой погоды, где планировали высадиться и начать свою plantation. Мейклау был особый корабль. Он привез именно семьи. И, значит, очень интересно поговорить. Они смогут поблагодарить и родителей. И вопрос семьи. Если они приехали, кто-то приехал для того, чтобы исповедовать свои религиозные взгляды, более свободно. А кто-то приехал, чтобы, в общем, обогатиться на чём-то, на какой-то новой продукции, так далее и так же. Вы сами понимаете? Да, даже есть имя Native American, коренного жителя Америки, который помог. Вообще, как бы, это сомнительный такой герой. Он был в своё время захвачен англичанами в плен. И вот почему он хотел помочь, это ещё неизвестно. Но он очень много научил новых поселенцев, как выращивать необходимые культуры. И его тоже можно, и других можно представителей племени тоже использовать в качестве герой. И так это будет на уроке. Это будут маленькие, совершенно маленькие такие сообщения. И лучше, если они сами-сами немножечко просто И так далее, совсем немножко. Это пятый класс. Я уже не говорю о старшеклассниках. О старшеклассниках, которые могут сделать, ну, просто потрясающий Thanksgiving feast. Благодарение за урожай. Благодарение за урожай. Очень интересное, может быть, событие в вашей школе. Ну, как вы сами понимаете, наш-то предмет, он предмета не имеет. У нас же нет своего предмета. Ну да, там есть немножко грамматики. Вот и всё, да. Ну, немножко там фонетики. Вот и всё. А так мы-то говорим обо всём мире. И так мы преподаем весь мир, вообще просто весь мир. И это очень интересно. Поэтому мы такие любознательные учителя иностранных языков. Да, в данном случае английского языка. Итак, конкурсная программа этого уникального фестиваля. Творческий проект по выбору конкурсанта. Посмотрите, даже студенты могут принимать участие. От пятого до одиннадцатого класса. На тему фестиваля. В настоящее время. From Middle Ages to the Ninth Century. To the Ninth Century. Итак, конечно, нужно что-то создать. И потом дать ещё свои комментарии к своему выступлению. Что можно создать? Это презентация своего исследования. Литература на какое-то произведение. Эпос, лирика, драма. Живописный, музыкальный, костюмированный танец. Реконструкцию какого-то события. Да, уже много героев будет присутствовать. Моделирование в разном. Вообще действительно просто модель. Вот рассказать об этой модели. Там, кассов. Кукольный театр. Компьютерная игра. Кукольный театр. Это тоже очень интересно представлен. Компьютерная игра. В мире есть компьютерная игра, включающая историческое погружение и так называемый semi-historical, semi-historical fact. Так, в списке будет ссылка на эти mods, modules, cultural historical project modules. Very interesting. Можицы. Ага. Так. Какова же цель? Почему вдруг нам пришло в голову создать этот новый фестиваль? А потому что мы заметили, что меньше и меньше говорится о культуре на уроках, что ли, да? О культуре стран, в которых говорят на английском языке. Какой же язык без культуры? Это бесполезно. Ведь мы с вами все преподаватели английского языка и английской культуры. В сравнении с русской. Вот и всё. Ну, или какой-то ещё национальной культуры в зависимости от того, где вы живёте. Вот и всё. И поэтому говорит, что давайте сейчас мы поставим задачу рассказывать о русской культуре на английском языке. Ну, мы всегда это делаем. Мы это делаем вообще, как только открываем рот на английском языке. Итак, углублённое знакомство с историей и культурным наследием стран, где английский является официальным, на нём, говорит, основная часть населения. Это не значит только Америка и Великобритания, Новозеландия и Австралия. Можно ещё покопать. Где английский язык используется в образовательных и государственных организациях. Итак, два сайта, где такие страны перечислены и можно что-то новое узнать. Задачи. Ну, какие задачи? Прежде всего, привлечь внимание к изучению истории и культуры англоговорящих стран мира и объединить усилия творческих коллективов, учителей и преподавателей. Мы объединяемся, мы все вместе, мы ведём за нами молодёжь. Или она нас ведёт, потому что их интересы могут быть шире наших. Они ещё нас чему-то научат. Развить любознательность, критическое мышление, творческий потенциал у школьников и студентов через разработку данных проектов. Хорошо. И, конечно же, совершенствовать английский язык, реализовывать коммуникативно-деятельностный подход. Это и есть проектная работа. Все, кто занимается проектной работой, все в правильном направлении движутся. Ну, вот и есть определённые критерии, по которым будет оцениваться эта работа. И, конечно, создавая работу на фестиваль для оценивания, можно уже принимать внимание. А что же, на что мы должны обратить внимание, чтобы соответствовать требованиям? Соответствие заявленной эпохи. В разных проявлениях. Оригинальное содержание. Семи-хисторикал. Семи-хисторикал контент. Это тоже интересно. Вот и на основе, конечно, фактов. Ну, передвинули страну. А что, если было бы вот так? Или там, ну, что-нибудь. Можно немножечко изменить. Оригинальное содержание. Творческая интерпретация фактов. О чём я только что и сказала. И оформление работы. Оформление может быть самое разное. Даже если танец, то он всё равно оформлен. Если это литературное произведение, всё равно есть художественное, стилитическое, проектное оформление работы. И, конечно же, уровень владения английским языком. Стараемся, готовимся, отрабатываем, слушаем. Чем больше ребята слушают, тем они всё лучше и лучше имитируют интонацию, чистоту звуков. Хотела бы привести пример потрясающей работы бритиш-пейнтера Джордж Дилл. Конечно, вы знаете, что вот он, собственно говоря, к нам обращается. Посмотрите, как поработал учитель Анна Водолян с Тавропольской краю. Смотрите, она познакомилась. Они вместе, это 10 класс, они вместе узнали эти портреты. Учителю было некогда. Ребята делали очень много сами. Костюм, образ, создание образа. Невчонки тоже создают, мальчик, он тоже создаёт образ художника. Итак, Джордж Доу, английский живописец. Один из крупнейших мастеров романтического парадного портрета 1-3-19 века. Вы помните, я уже упомянула, что темы средневековья и 19 века. Значительную часть жизни он работал в Санкт-Петербурге и является основным автором картин для военной галереи Зимнего дворца. Вот вы видите, представлены галереи, картины, портреты. Они оживают. Вот, например, Михаил Васильевич Воронцов пришёл и поговорил с художником. Тут их же посетила великая княгиня Мария Павловна. Очень интересный подход. Вот, как могли, так постарались и сделали. Может быть, можно по-другому, но этот подход мы тоже уважаем. Изыковое погружение. Ну, вы понимаете, конечно, что полностью языкового погружения мы обеспечить никак не можем. И дать... Сложно очень явиться проводником английской культуры. То есть максимально можем сделать всё, что мы можем сделать. Например, дать направление на владение устной иностранной речи. Ведь со слуха ребята потрясающе воспринимают и хорошо говорят. Ну, не все, большинство. А вот писать, читать – это же очень сложно. Но это естественно. Ведь наша речь началась со звуков. С первого звука человек начал издавать звуки, а уже потом придумал письменность. И ещё её расшифровывать надо. Конечно же, нужно создать обстановку погружения в атмосферу. Но вот тут работа учителя. Активизация резервных творческих возможностей личности – это мы опять вспоминаем Кефигородскую Галину Александровну. Итак, методы языкового погружения впервые использовал немецкий преподаватель Берлиц. Ну, конечно же, он призывал к тому, чтобы не использовать родной язык, а воспринимать, как в детстве воспринимается язык, как он звучит. Вы сами понимаете, что, конечно, никакой аккуратности мы не добьёмся. Будут периодически, то окончания S нету, то Biden будет вместо bot. Это даже вот у меня с моими звучками. Естественно, я их поправляю. Но это уже тонкости, а так-то они трещат, трещат. Ну, трещать и знать, например, для экзамена, ещё для чего. Это разные вещи. Это уже требует дополнительных усилий. И мы видим также, что сам термин immersion появился в 60-х годах в Канаде. Ну, мы тоже можем понять, потому что там два языка, и, конечно, нужно как-то было сосуществовать, поэтому ребят, говоривших на английском языке, обучали на французском и на обау. Ну, опять же, если вспомнить моих внучек, которые говорили на английском, а пошли во французскую школу, теперь говорят по-французски тоже. На русском они говорят дома, со мной, с мамой. Какие же степени погружения в языковую среду? Мы понимаем, что процентов нам не даётся. Но 50% мы можем дать. 50%. Плюс ещё знания о стране изучаемого языка. И тут я ещё раз напомнила о школах с углублённым изучением иностранного языка. Эти школы давали знания. Ну, русская другая, там и так далее, и так далее, и так далее. Подход другой, отношение другое. Ну, неважно, что мы имеем, то мы используем, как можем. Так же, как двустороннее или двуязычное погружение, которое мы можем знать, мы о нём просто знаем. Мы не всегда можем использовать. Типы языкового погружения? Уручный, можем, можем, мы это делаем, безусловно. Воспитательный. В поездке, мероприятие приехали в какой-то кафе с группой и говорим там по-английски. И заказывали, да, масса учителей это делали, и делали, в зоопарк идут разговаривать на английском языке. Ну, и исследовательский, да. Это же зависит всё от энтузиастов, да. Организовывают родители, маленькая группа, поехали. И... Look, look, it's a lion. Oh, it's a snake. It's a long snake. Всё, всё. Я знаю, рассказываю из жизни. Из жизни такие... Я думаю, что вы знаете такие примеры. Да, это не оплачивается. Это просто жизнь. Это просто здорово и весело. Но не всё в жизни делается за деньги. И невозможно всё делать только за оплату. Ещё есть просто радость. Просто радость и счастье от общения. Хорошо. Дальше мы переходим... А где же мы-то сможем ещё использовать это языковое погружение? Погружение через чтение. Правильное. И мы с вами сейчас подойдём к нашему ближайшему осеннему фестивалю. Итак, погружаемся через чтение. Летние. Ещё с весны начали. Летом читали. Рост самооценки. Я читаю на английском. Я могу поделиться рассказом о своей книге. Я могу подготовиться к участию в литературном конкурсе, выступить на конференции, исследовательских проектах. И я могу выбрать особенную книгу, а сообщить о ней в блоге, разработать проект по книжной тематике. Я всё могу, если захочу. Но я должен быть свободен. Я свободен. И я хочу. Я не буду готовиться к контрольной. Я хочу сделать проект по книжной тематике. Такую, какой я хочу. Контрольную я и так напишу. Да, я получу три. Ну и что? Зато я сделаю очень интересный проект. Знаете, я говорю, может быть, какие-то неожиданные вещи. Я понимаю, может, кому всё-таки не понравится. Но даже родители уже понимают, что творческое развитие и самореализация – это важнее ВПР. Важнее полученной оценки. Потому что оценка ещё непонятно, за что поставлен. Да. Итак. А street festival – заинтересовать детей и подростков чтением художественной литературы, созданной на английском языке, адаптированной или в оригинале классической и современной. И, конечно же, куда нам без коммуникативной социокультурной компетенции. И обратимся к богатейшему фонду, отделу литературы. Какие люди там работают? Что они там проводят? И если вы у нас в группе, в телеграм-канале, вы видите, я постоянно делюсь постами от отдела литературы на иностранных языках. Они энтузиасты. Они энтузиасты. Они совершенно уникальные вещи делают. Но если мы не можем успеть везде, то хотя бы можно записаться и брать там книги, которые нам трудно купить. Трудно купить. Мы можем почитать, поработать с этой книгой. И получить... Да. И я хотела еще сказать, что все эти годы, 10 лет точно из 20, мы сотрудничаем с компанией Ревод и с Российской государственной детской библиотекой, где создалась ассоциация «Растим читателя». И растим вместе читателя из компании Ревод. Мы растим вместе читателя. Ревод компания является нашим призовым информационным партнером. Очень добрым и надежным. Да, я думаю, что вы просто посетите, я уверена, вы сможете посетить сайт нашей ассоциации, да, и прочитать внимательно, потому что я смотрю на время, прочитать внимательно положение, положение о этом фестивале. Посмотрите, обратите внимание, что в убеждающей речи, убеждающей речи, да, с третьего класса, прекрасные убеждающие речи. Почему эту книгу надо обязательно прочитать? Обязательно. Что поразило в жизни самого автора? Какая иллюстрация художника стала самой любимой? Безусловно, мы говорим сейчас об одаренных детях. А кто на них обратит внимание? Мы работаем с теми, кому трудно. Мы им помогаем, мы отдаем им все тепло нашей души. А остальным что делать? Которым легко. Вот, вот мы их направляем сюда. Направляем сюда в эти проекты, к которым они сами подготовятся. Вы только перед фестиволем немножечко проведете. Проведете такой конкурс, выберете самых лучших. Мотивация к погружению. Поставить спектакль, написать стихотворение. Песню написать, создать, снять фильм. Получить диплом, выиграть приз. И вот здесь я все время, очень часто повторяю ссылку на работу Варфоломеева и Никиты, которая уже наверняка сейчас не в четвертом классе. Школа 1208, в которой, ну это была школа с углубленным изучением английского языка. И традиции там еще сохранились. И традиции. Это не значит, что сохранилось большое количество часов. Ну традиции, добрые традиции. И вот если вы посмотрите его работу. Да, вы скажете, что это сделано с родителями? Ну конечно, а как же без родителей? А мы же, мы все вместе. Учитель, родитель, ученик. Обязательно мы вместе. Это наше общее дело. Как мы без родителей? Без родителей мы как без рук. Конечно. А они без нас. Как без рук. Откуда они узнают, то, что знаем мы. И вот здесь как раз ссылки на восьмой фестиваль Must Read и на второй фестиваль тележурнала Must Read, TV Journal Must Read, где можно представить свою работу, не выходя из дома. Удобный способ. Так. И очень важным, еще очень ценным фестивалем, в котором также Ревод является нашим информационным призовым партнером. Ну и как всегда, конечно, библиотека. Российская государственная детская библиотека. Это фестиваль Must Read. Это тоже очень важный фестиваль. Во-первых, обратите, он уже 16-й. И обратите внимание, что на этом фестивале, который обычно проходит как раз в марте, а именно 20 марта, является днем, международным днем устного рассказа. И здесь мы узнаем, что начался этот день в 1991 году в Швеции. А потом потихонечку он распространялся по всему миру. И рассказчики в этот день всего мира собираются послушать истории других и поделиться своей историей, рассказом на своих языках. Ну, а мы на английском. Ну, почему бы и нет? Давайте и по-русски работаем. Филонги там наши по-русски проводят этот день. Мы не против. Мы послушаем. Мы послушаем. Но мы, как всегда, впереди, потому что мы любопытные. Нам все нужно знать. И мы узнаем about the world's storytelling day. И мы видим также, что и если трудно добраться до библиотеки, то можно записать, сделать фильм своего рассказа для второго уже фестиваля телерассказов. Какая задача? Задача, конечно, обратить внимание на искусство устного рассказа. А это очень важное искусство. Потому что через устный рассказ поколение за поколением передает свою мудрость. Вот оно погружение. Опять погружение. Да, если еще и мы используем английский язык. Погружение в культуру. Культуру народа. Своего народа мы можем и рассказ о своей культуре на английском. Мы же рассказываем. Научите нас английскому языку, чтобы рассказать всему миру о нашей культуре. Итак, с 3 по 8 класс. Потому что 9 и 10 уже пойдут на конкурс ораторского мастерства. И мы проводим, мы организуем, мы празднуем этот Всемирный день устного рассказа. Помогаем учителям в развитии мотивированных и даренных детей. Так, об этом мы уже сказали. И какая же тема этого года? Надо сказать, что мы с темой всегда опаздываем. На один год. Почему? Ну, потому что это тема международного прошлого года. Но они же объявляют ее к марту, ну, к денью в феврале. А мы даем тему уже летом. Потому что, чтобы все могли подготовиться, продумать, загореться. И Building Bridges – это тема международного дня устного рассказа прошлого года. Building Bridges. То есть кто-то из тех, кто с нами уже почти 20 лет, ну, или 16 точно, да, 16, 15-16 лет, скажет, а была уже такая тема Bridges. Так, было Bridges. А теперь Building Bridges. Вы видите, мы идем к процессу. The process of Building Bridges. Другой подход. Была и Birds, Trees. Все это было, я уж не знаю, наверное, будет Growing Trees and maybe Breeding Birds or something like this. I don't know. Let's live and see. So, Building Bridges. Жанр истории. Сказка, легенда, миф, притча, басня. Ну, всего-то три минуты. Три минуты. А что такое рассказ? Посмотрите. Оказывается, он имеет одну сюжетную линию. Это короткое прозаическое произведение. Диалоги обязательно. Описание времени и места действия. И когда рассказчик выступает, он является актером. Он рассказывает, он представляет самим собой всех своих героев. И как они идут? Бум-бум, сплэш, сплэш, бум-бум. Звуки. Мы тоже звуки передаем. Шумы передаем. Мы помогаем создать атмосферу, раскал. Итак, рассказчик создает атмосферу, погружается в нее сам и погружает слушателей. И чем активнее надо делать, тем более высокое место и лучшим призом получится в фестивале. Но, как правило, дети настолько талантливы, что жюри приходится очень сложно. Ну, и обо всем этом, конечно же, пойдет речь. Ну, как? Убилейный год без конференции. На шестой конференции Мелта. Ну, что делать? Я вам так скажу, что средств нет. Поэтому пришлось проводить конференцию в таком режиме, как она сейчас организовывается. Давайте посмотрим, как это получится. Будут наступать звезды. Вот сегодня 29-е, еще 30-е, 31-е. Еще есть три дня, чтобы привлечь билет за минимальную цену с хорошей скидкой для членов Мелта и членов НЭИ. Потому что будут звезды, будут мировые звезды. Не только наши, но и мировые звезды. Мы с вами потом проанализируем, получилось у нас или не получилось. Стоит так организовывать конференцию или не стоит. Ну, обсудим. Обсудим и посмотрим. Конференция пройдет, как всегда, в Российской государственной детской библиотеке. Будет весь день вживую, в 12-го. И мастерские будут проходить в аудиториях, и пленарные будут выступления. А 13-го он, я думаю, конечно, звезды будут выступать онлайн. Я имею в виду мировые звезды. Мировые звезды, они согласились. Вы можете представить. Ну, имена вы узнаете потихоньку. Вот здесь есть сайт конференции. Там будут появляться имена в течение сентября. В течение сентября будут появляться имена выступающих. Я думаю, что муж 12-го от октября будет обязательно большим праздником. Большим праздником. Так, и полезные ссылки. Обратите внимание на пункт 8. Пункт 8. Теперь уже Melted Channel. Рутюб. Там еще порядка нет. Ну, мне удалось перенести практически все наши видео. Конечно, они... Но ссылки на сайт, они еще в YouTube. Конечно, какие-то видео. Это видео фестивали, видео интервью интересных, которые давали сами ребята. Это победители, многократные победители. Ну, есть интересные, есть интересные видео. Безусловно. Интересных рассказов. Что касается нашей образовательной компании Relot, мы тоже зарегистрировались на участие в конференции, на выступлении. Не знаю, утвердят ли меня как спикера, как докладчика. Ну, насчет Светланы Николаевны нашего президента я, конечно, и не сомневаюсь, а также как партнеры будем выступать. Поэтому, продолжая тему сотрудничества Ассоциации МЭЛТа и образовательной компании Relot, хочу еще добавить несколько интересных для вас новостей. С 2008 года образовательная компания Relot проводит международный конкурс эссе «Единство в различии». Его главная цель – это содержательный подход к проектно-исследовательской деятельности. Мы приглашаем школьников, студентов и преподавателей принять участие уже в 17 сезоне международного конкурса эссе на иностранных языках. И с этого года количество языков мы немножко ограничили. Это английский, китайский и русский, как иностранный. Цель конкурса – повышение мотивации к изучению иностранного языка, интереса к страноведческим открытиям, формирование и развитие речевых умений и глобальных навыков, реализация принципов поликультурного образования как основы воспитания патриотизма и толерантности. Две категории участников – школьники с 7 по 11 класс, студенты с 1 по 3 курс, конкурс эссе, напомню. Начало конкурса 30 сентября, окончание 15 марта. Две сессии будет подведение итогов конкурса 15 апреля 2025 года. Что дает участие в конкурсе? Имена победителей вносятся в государственный информационный ресурс ободаренных детях, таланты россии, что дает преимущество, дополнительные баллы при поступлении в ВУЗ. Возможность претендовать на гранд-президента, призы от релоты партнеров проекта, диплом международного конкурса, участие в торжественной церемонии награждения на одной из культурно-просветительских площадок Москвы. Для руководителей удостоверение о повышении квалификации, дополнительные баллы в рейтинге образовательных организаций, также призы от релота и партнеров проекта и благодарственное письмо за подписью учредителя проекта, дисконтная карта преподавателя от интернет-магазина shoprelot.ru и преимущество при аттестации. И в сотрудничестве с ассоциацией преподавателей английского языка MELT в текущем сезоне, который уже завершился, была представлена тема «Образы и традиции загадок в русской и британской народной культуре». И, кстати, тема была популярной, много получили заявок, и победители даже по данной теме приняли участие. И хочу, завершая наш вебинар, рассказать про школу педагогического мастерства, которая осуществляет повышение квалификации педагогов. Мы приглашаем вот таких вот интересных лекторов, как Ольга Юрьевна. Это происходит у нас, как правило, по средам. Вот, поэтому, коллеги, обращайте внимание на расписание наших мероприятий. И хочу анонсировать, что еще три дня до 31 августа школа педагогического мастерства предлагает все тренинги и курсы повышения квалификации со скидкой 50%. И меня попросили анонсировать седьмой новый выпуск журнала «Иностранные языки в школе», который посвящен полимодальности в обучении английского языка. И автор статьи в седьмом номере журнала, Попова Анна Владимировна, которая с успехом провела у нас уже два вебинара, будет проводить интенсив для преподавателей по теме технологии искусственного интеллекта в обучении иностранным языкам в рамках полимодального обучения. Это три занятия по 60 минут с выполнением практических заданий, получение сертификата на шесть академических часов, стоимость интенсива 3000 рублей. Темы занятий «Промт инжиниринг для создания текстовых запросов», генерирование изображений, способы их применения в обучении английскому языку, создание видеокомиксов и озвучивание картинок. В общем, все то, без чего сейчас современному преподавателю не обойтись. Ольга Юрьевна, согласны со мной? Ну, конечно, конечно, да я абсолютно согласна. Хотим мы этого или не хотим, но нужно использовать. Безусловно, качество продукции AI будет низким, но мы его дорабатываем. Что делает Artificial Intelligence? Они сокращают наше время, которое мы могли бы потратить на то, если бы писали пером и еще брали бы чернильницу. То есть темп жизни повышается, но это не значит, что мы не проверяем свой творческий подход. И в задании, и в использовании, и в проверке, и в оценивании. Так же, как мы понимаем сейчас и как члены жюри, что мы тоже будем иметь какую-то работу с данной продукцией. Возможно, ребятам будут обращаться, но в любом случае, только пропущенные через душу человека, работа будет истинно яркой. А реально это так, это шаритовая ручка. Ну и, да, с точки зрения, мне кажется, практикующего преподавателя, очень важно тоже видеть текст, например, эссе или сочинение нашего ученика. Каким образом оно создавалось, да? Потому что у текстов, сгенерированных искусственным интеллектом, есть свои отличительные черты, да? И они тем, кто, да, с ними знаком, конечно, очень бросаются в глаза, поэтому я думаю, что любому преподавателю, кто не сильно загружен на первой неделе сентября, а таких, кстати, очень много, да, кто в школах не работает, поэтому мы и выбрали это время, смогут найти время и посетить наш интенсив и получить еще сертификат. Коллеги, наши вебинары находятся на сайте расписания мероприятий Relot Events Relot.ru, на сайте интернет-магазина ShopRelot.ru и вебинары в записи на страничке школы педагогического мастерства Oxbridge School.ru, участникам вебинаров. И я хочу анонсировать два вебинара Ольги Юрьевны, которые прошли у нас в течение 23-24 года. Сравнительные исследовательские проекты на английском языке и вот совсем недавно, в июле месяце, приемы театрализации преподавания английского языка. Коллеги, материалы этих вебинаров, а также ссылку на их получение мы пришлем вам в письме и вы сможете получить сертификат участника, презентацию и ссылку на просмотр вебинара в записи. А я благодарю Ольгу Юрьевну за прекрасный вебинар, как всегда, надеюсь на дальнейшее сотрудничество, благодарю всех коллег, что были сегодня с нами, что до конца с нами, до завершения пробыли и всем прекрасного вечера и завершения рабочей недели. До свидания. Благодарю всех, благодарю вас, Оксана Александровна. Спасибо. И вот этот специалист по искусственному интеллекту выступит в мастерской и на конференции. Прекрасно. Да, обязательно. До свидания. Спасибо, до свидания. Добро пожаловать.